Здравствуйте! Всем хорошего настроения, всем отличного начала весны. А сегодня с вами я, зовут меня Юля, вы на канале Цвет Юля. Это Чита, Забайкальский край. И сегодня я к вам с незапланированным видео. Не могу не поделиться цветением луковичным на начало весны. Для тех, у кого климат не позволяет выращивать луковичные в саду, а это у нас, мы не выращиваем, ну кто-то может и выращивает, но я не выращиваю тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, еще много-много всяких разных маленьких и больших луковичных цветов в саду, потому что у нас не позволяет климат, не позволяет погода. Мы не можем их высадить осенью, а весной ждать цветения, потому что они у нас просто замерзнут, вымерзнут и ничего не будет. Поэтому тем, кому хочется, можно выращивать дома. Особенно это касается таких луковичных, которые дарят на 8 марта. Тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Крокусу у меня в этом году почему-то все сгнили. Как я это делаю? Делаю я это просто. Я, получается, вот эти луковички осенью высаживаю, куда мне нужно. Ну, вот это горшочки любые, вот здесь вот видно. И все это заношу в холодное место. Это подполье. Там температура у нас плюс 5 градусов. Всю зиму они у меня хранятся там. Нужно, чтобы земля была не сухая, грунт влажный, они укореняются, дают корешки. И весной, за предполагаемую дату цветения, за 40 дней, в этом году я вынесла за 30 дней, но видите, у меня распустились еще не все. Только они начали распускаться. Они как раз у нас за 40 дней, как мы их вынесем в теплое помещение, начнем поливать, поставим на свет, они начинают ввести. И к 8 марта можно это все подгадать. И будут у вас ваши личные тюльпаны, которые не подарил кто-то из магазина, потом вы их выбросили, срезанные, а ваши личные постоянные тюльпаны, какие вы хотите, такие приобретете. Вот здесь у меня смесь тюльпанов, расцвел это у меня, по-моему, пугайный какой-то сорт, я даже не помню, нужно посмотреть этикетку. Вот эти вот нарциссы и тюльпаны я вообще брала на Вайлдбери с луковицей уже поздно осенью, в ноябре. Опомнилась и купила, заказала и купила. Высадила их сразу же в горшочки, пролила биофунгицидом и поставила в подвал. Вот занесла я в начале февраля и вот такая красота. А это гипиаструм, это сорт Мэрилин, у меня еще вот получается гипиаструм, только стрелочку дает, еще не набрал свою. Здесь у меня аж двойная получается стрелка, вот такой вот гипиаструм у меня, у нас все такое шикарное цветение, он будет долго вот так стоять. И вот в таком маленьком горшочке, я его даже боюсь вытащить, просто луковица, просто луковица так же хранилась. Гипиаструмами я вообще не знаю как другие, но у меня с ними разговор простой. Отцветет он у меня, он постоит в этом горшке, ничего я с ним не буду делать, цветоносы эти усохнут, даже листьев он еще не дал, он уже цветет. Этот сначала листья дал. И потом я выкапываю эту луковицу и где-нибудь прикапываю в саду, под кустом, где-то вообще, где вам не нужно, в невиданном месте. Я его обычно где-нибудь под яблонькой, там где-нибудь у себя, главное пометить, чтобы не забыть. И вот все лето он у меня там наращивает листву такую, эта луковица набирается сил, она питается, она запасает с себя все, что ей нужно. И осенью я их забираю вот так в горшочки и убираю в подвал. Вот эти вот гипиаструмы вот так вот давно я делаю. И также с гиацинтами, один гиацинт у меня сгнил, к сожалению, в этом году, второй что-то у меня еще в стрелку не пустил, не знаю. И также я буду делать с нарциссами и тюльпанами, чтобы эти луковицы сохранять и дальше из них получались новые-новые хорошие цветы. Вообще луковица, если она отжила свой срок бэушная, если не напитать ее летом питательными веществами, то из нее ничего хорошего не получится, если так вот взять, выкопать, убрать и просто положить. Второй раз она уже, ну может быть и зацветет, я не знаю, я не пробовала, но такого цветения не будет. Поэтому нужно на лето обязательно высаживать, чтобы она набралась сил. И вот такой круговорот получается. Немножечко их, но для красоты они цветут непродолжительное время, как однолетние цветы и многолетние, которые в стаду. Да, они весенние цветы. Кстати, стоят они у меня на холодном подоконнике, на восточном окне, ничего им больше не нужно. И вот так вот они цветут и цветут. Вот. Кстати, гипиаструмы за лето дают еще кучу деток. Вот эти я их уже отсадила. Вот смотрите, вот он уже сейчас какую-то деточку тут пустил. То есть из них можно вырастить полноценные еще цветы. Не знаю, когда они зацветут. Наверное, уже теперь в следующем году. Просто я их так же сделала, как и все остальные, как и взрослые цветы. А вообще цветение, конечно, шикарное. Просто какой-то невероятной красоты цветок. У меня всего два их вида было. Два сорта. Покупала в магазине. Ну, конечно, вот такие цветущие. Кто-то мне их дарил. Я даже не помню. По-моему, ему года четыре уже. И вот так вот я их ношу. Весной они у меня дома. Потом отсветают. И летом переезжают в сад. Вот, кстати, вот стрелка цветоносовая идет у второго гипиаструма. Это, по-моему, Мэрилин у меня. Сорт. Этот не знаю. Кстати, они дают семена. Я даже где-то семена собрала. Но я не пробовала высаживать, если честно. Наверное, это можно сделать. И она собирала с него много-много семян. На нарцисс. Это тоже первый год. И вот тюльпаны. Это была смесь тюльпанов. Те еще на выгонке стоят. Тюльпаны вообще с Вайлдберса. Вот получается... А, они все попугайные. Попугайные все тюльпаны. Но расцвел у меня какой-то даже, которого на картинке нет. Вот такие тюльпаны я заказывала. На Вайлдберсе. Кстати, они низкорослые. Тут и написано даже все. Вот такой нарцисс. Даже не скажу, как называется. Но потом я его все-таки расклею и посмотрю. Это попугайная смесь. А это... Что с мандарином, по-моему, связано. Я так прочитала. Ну, такой, кстати, он и есть. И что-то я сделала не так. Но 10 крокусов у меня все сгнили. Их я тоже высаживала так же. Но достала к весне сгнившие луковицы. То есть вот на Вайлдберсе обычные. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok